МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Собрание общественности с требованием о запрете строительства апартаментов состоялось в Абхазском государственном театре. Настоящее погружение в науку. Биологический лагерь для школьников проходит в Сухуме на базе НИИПИД. Чтобы вновь вдохнуть жизнь в интересные места страны. В городах республики начался арт-фестиваль Total Soul Абхазии. Президент Абхазии Аслан Бжания не исключает, что последние выступления оппозиции и волнения в республике стали следствием в том числе деструктивной деятельности иностранных спецслужб. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Абхазия, абсолютное большинство, понимает, что становление нашего государства при его основе две силы. Это боль и любление наших граждан. Это война, которая прошла. Это тысячи наших ребят, которые погибли во имя сохранения нашей государственности. И, конечно же, поддержка Российской Федерации. Эти две составляющие друг с другом не могут работать. Это то же самое, как заставить поднять в воздух самолет с одним кругом. Объективная сторона состоит в том, что мы на самом деле молодое государство. У нас, к сожалению, нет и не могло быть. Достаточного количества людей, такой, скажем так, подготовленной политической элиты, достаточное количественное отношение, которое могло бы все это выдержать, уверенно идти. Этот процесс, он такой, он требует времени, весь поколение, которое подрастает. Хотелось бы, чтобы было больше, но пока это не так. Но многие силы, не заинтересованы. Часть этих сил находится на территории Абхазии, часть за рубежом. И вот они работают. Никто не отменял деструктивную деятельность иностранных специальных служб и, скажем так, сообщников. Это мы испытываем на себе. Сложно доказать. Материальное доказательство этого всего добыть очень непросто. Но, тем не менее, факт остается каким. Человек, который не имеет абхазского гражданства, может в Абхазии приобретать любую коммерческую недвижимость. Ограничения связаны только с жилой недвижимостью. Любой иностранец может купить приватизированный объект, магазин, завод, фабрику. Это без ограничений. Ограничения существуют в отношении жилой недвижимости, домов и квартир. Об этом также сказал президент Аслан Бжания в интервью телеканалу «Россия-24». Полное интервью Аслана Бжания телеканалу «Россия-24» смотрите после выпуска новостей. Объединенный штаб по противодействию принятия закона о строительстве апартаментов в пятницу вечером в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба провел собрание общественности с участием депутатов Народного собрания. Между тем, как считает движение Харах Питсунда, отзыв закона проекта – это не окончательная победа, но это пример того, как силен народ, когда он сплочен. Как в частности отмечается в заявлении организации, мы давали клятву нам и пашта – доводить этот вопрос до конца, и мы будем ей верны. Мы продолжим настаивать на запрете, но мы уверены, что даже если власть попытается вынести эту инициативу под другим соусом, она столкнется только с еще большим сопротивлением. Конец цитаты. Профсоюз экскурсовода в Абхазии от лица всего экскурсионного сообщества также обращается к парламенту республики с требованием ввести мораторий на разработку и принятие законов о продаже апартаментов иностранным гражданам в любой форме и обращается к представителям организации туристического сообщества с предложением поддержать введение моратория, так как подобные законы приведут к разрушению туристической сферы Абхазии, ее монополизации и устранению от участия в работе местного населения и падению уровня жизни. Конец цитаты. Президент Аслан Бжания провел совещание с главами администрации районов и городов. Они отчитались перед главой государства об исполнении данных им ранее поручений. В совещании также участвовали премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Абисалом Кварчи, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание, на котором обсуждались мероприятия по перечню объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2024 году за счет средств республиканского бюджета, сообщается на сайте Кабинета министров. Всего по основному и дополнительному перечням профинансирована работа на сумму 178 миллионов 717 тысяч рублей. В числе ремонтируемых и восстанавливаемых объектов, школы, детские сады, объекты культуры, а также мосты, автодороги, системы водоснабжения. Средства выделяются и на благоустройство дворовых территорий. Печальная весть. На 1978 году ушел из жизни бывший руководитель Федерации Абхазских культурных центров в Турции, кавалер ордена Акзапша Третьей степени, Феридун Акуспа Аксой. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного. Соболезнования родным и близким выразили Министерство иностранных дел и Государственный комитет Абхазии по репатриации. Феридун Акуспа внес большой вклад в развитие отношений между Республикой Абхазии и нашей диаспорой в Турции. Он два срока возглавлял Федерацию Абхазских культурных центров. Он не раз приезжал на свою историческую родину. Память о достойном сыне абхазского народа, светлом человеке Феридуне Акуспа навсегда останется в наших сердцах, говорится в телеграмме соболезнований Госкомитета по репатриации. Продолжаем выпуск. Администрация Гулрыбского района существенно обновила парк коммунальной техники и приступила к строительству гаража с ремонтной и автомоечной зонами. В районе приобретено 8 единиц специализированной техники. Среди новых приобретений осенизаторная машина, гидродинамическая установка для прочистки канализации, два трактора «Беларусь», погрузчик, экскаватор и мини-погрузчик. Раньше здесь была стоянка старых автомобилей. Мы их утилизировали, как положено официально. И на этом месте почистили и начали делать гараж. Раньше техника находилась в открытом помещении, то есть во дворе просто дождь и тому подобное. Ну, то есть какие-то детали, портик. И для этого было принято решение построить гараж полноценную. Работы вот в скором времени должны закончиться. Впереди будет сделан большой забор тоже, который будет открываться для того, чтобы сюда никто, кроме техники, не мог заезжать. Сделали освещение, сделали яму для того, чтобы ремонтировать автомобили. И для того, чтобы, если что-то испортилось, комфортно, здесь будет сделана рукомойка, здесь будут все инструменты висеть, чтобы в легкой доступности для того, кто будет производить ремонт, все было рядом. Этот гараж может вместить 9 единиц техники и 10-й бокс. Мы там предусмотрели автомойку для того, чтобы наша техника всегда была чистой на дорогах, чтобы они были в надлежащем состоянии. Купили осенизатор на базе КАМАЗ для того, чтобы оказывать услуги выкачки септиков, канализации и так далее. У нас не было раньше такой техники. Мы вызывали с Сухума, оплачивали им работу. То есть аренда получалась. И пришли к такому выводу, что нам надо приобрести уже самим и оказывать эти услуги. Когда касается именно услуг администрации, то это производится бесплатно. А когда просто граждане, обычные, у которых там есть септики, если они нас вызывают, это все происходит на платной основе, все зарегистрировано в самоуправлении местном, все цены утверждены. Когда к нам звонят и говорят, что у нас ситуация с канализацией, надо ее там прочистить или пробить, у нас еще есть пробивная установка, которая пробивает канализацию. Мы сразу же реагируем на это и выезжают наши обе техники на исправить ситуацию. То есть, ну, вот сейчас недавно, насколько мне известно, кто уполномочен этой работой, они пробили один садик и одну школу. Там была проблема с канализацией. Это гидродинамическая установка. Там стоит бак с водой, и на ней стоит такой конец. Когда ты его включаешь, под давлением большим он в трубу заходит, и за то, что там большое давление воды, она пробивает. То есть, все, что там застряло, вперед и выгоняет дальше по канализации, чтобы вода не застаивала, а проходила, имела возможность проходить. Также мы купили в прошлом году первый наш трактор «Беларусь». Его вообще не было здесь. Это за счет финансирования администрации президента. Профинансировали, потому что была острая нехватка. Для зеленого хозяйства был нужен трактор, потому что мы, когда производим обрезки или сухостоев, там его надо вывозить. И это, то есть, у нас не было техники. Это мы купили первый трактор. Вот в этом году мы купили еще один трактор «Беларусь» и с прицепом также вот там стоит. Для того, чтобы не хватать один трактор, пришли к тому, что надо приобрести еще один. Когда мы нанимали, это, конечно, аренда час стоит очень дорого, а там работы были большие, и не всегда и технику могли найти, потому что люди другие тоже занимаются своим видом работы, и не всегда не было техники. И вот мы пришли к такому решению, что нам нужно приобрести хотя бы иметь два. Также мы приобрели мини-экскаватор маленький. Это была наша первая покупка из экскаваторов, потому что мы как-то ввели работу, что большой экскаватор не смог туда подъехать. И мы как-то взяли маленький, он поработал, и пришли к тому, что нам надо приобрести такой же экскаватор, для того, чтобы в такие труднодоступные места он мог подъезжать, спокойно выполнять свою работу. В последний раз, когда стихийное бедствие произошло на Каштаке, на самом деле мы выгнали всю свою спецтехнику, которая у нас была, и на самом деле он сделал немаленькую работу, потому что он, как бы, что 3-4 человека должны были делать, он со своим маленьким ковшом, помог очень сильно, и немало работы выполнил там. Также мы приобрели еще покругщик-экскаватор большой, за счет собственных средств, как раз мы его привезли в ночь до стихийного бедствия, на утро произошло вот то, что было, и мы, естественно, в 6 утра все приехали, сразу же выгнали на работу. Сейчас работает на свалке, на нашей свалке в Гульрибском районе. Нам нужно иметь хотя бы еще один гусеничный экскаватор и КАМАЗ для того, чтобы вот реки, русло рек, чтобы предотвращать это. Ну, предотвращать совсем это невозможно, конечно, но хотя бы, чтобы мы могли русло рек почистить, раздвинуть. В рамках рабочего визита в Москву министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба ознакомился с работой ангиохирургической службы Российской детской клинической больницы столицы России. В главе Абхазского Минздрава доложили о развитии методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Заинтересованность Будба в этом направлении вызвана резким ростом в Абхазии числа пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Ежегодно десятки граждан и гостей Абхазии умирают от инфарктов и иных заболеваний сердечно-сосудистой системы. В этой связи существует потребность в приобретении ангиографа для республики. Данный вопрос уже обсуждался Будба с российским министром здравоохранения в ходе визита последнего в Абхазию. Биологический лагерь для школьников проходит в Сухуме на базе НИИПИД. Проводят его опытные педагоги из Москвы и Санкт-Петербурга. Неделю ученики 5-11 классов изучали ботанику, зоологию и анатомию, а теперь готовят проектные работы для презентации. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Ученики у нас делятся на бредящих сидячих, проедающие, они бродят, они ходят с хищниками за садниками, сидящие, посидятники. Ребята только что узнали о том, какие неведомые зверушки водятся в водоемах со стоячей водой. Особенности некоторых из них они уже изучили и даже проиллюстрировали цикл жизнедеятельности существ, которых мы никогда не видим, но живем бок о бок с ними. Для школьников это не просто знакомство с окружающим миром, а настоящее погружение в науку. Возможно, сегодня, здесь и сейчас решается вопрос их будущей профессии. Это на самом деле очень важно, когда люди контактируют с теми, кто любит свою работу. Я всегда об этом говорю. Для того, чтобы выбрать какую-то профессию, нужно проконтактировать с кем-то, кто увлечен своей работой. По-другому это не получится. Ну и плюс надо открывать двери научных учреждений, предприятий, для того, чтобы дети понимали, что происходит за этими дверьми, и что на самом деле дает в себе это наука, это работа. Старшие школьники, те, что уже начали изучать строение человека, в лагере углубились в изучение анатомии. Вот это печень, выдавина цисперстная кишка, тут желчный пузырь, а это протоки, желудочного пузыря. Молодой человек еще путает печень с почками, но не исключает, что свяжет свою жизнь с наукой. Свою будущую профессию я пока не связываю с наукой, но, скорее всего, буду связывать. В секции ботаники школьники также сделали множество открытий для себя и готовятся поделиться новыми знаниями с помощью вот такого информационного постера. Мне понравилось растение стыдливая мимоза, когда оно закрывается, когда к нему притрагиваешься. Я до этого момента даже не знала, то, что в ботаническом саду есть, хотя была там очень много раз. В прошлые годы в биологическом лагере участвовали дети из России. Они приезжали в Абхазию специально, чтобы изучить биологическое разнообразие наших широт. Для нас, конечно, для биологов, для ребят, когда мы приезжали в предыдущие годы, это очень необычное биоразнообразие, флора и фауна местная, которые сильно отличаются от средней полосы. И, например, ребята, которые ездили в студенческие практики в Подмосковье, они уже там все более-менее изучили. Здесь для них, конечно, совершенно другие виды, другие возможности для изучения, для практики. И, конечно, для школьников, которые ездили с нами из России в прошлые годы, это, конечно, море, климат. Для них это очень все приятно. Сейчас мы приехали, потому что мы решили попробовать такой формат небольшой, короткий, посмотреть, насколько это заинтересует ребят. Оказалось, что действительно это востребовано здесь. И, видимо, мы надеемся, будем продолжать. В этом году россиян привезти не удалось из-за изменившихся требований к летним лагерям. Но зато нашим детям досталось внимание профессионалов. Все ребята поделились на пары и готовят презентацию своего постера по своей теме. Опыт взаимодействия с аудиторией организатора называют не менее важным, чем научный. И всему этому школьники учатся прямо в научно-исследовательском институте. Мария Накотова, Инала Гухава, Абаза-ТВ. Студенты АГУ прошли практику на базе Северокавказской государственной академии. Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации университета, практика была организована в рамках сотрудничества двух вузов. Смотрите материал корреспондентов Архэс-24. Как известно, Карачаево-Черкесия славится не только природными красотами, но и истинно кавказским гостеприимством. На этот раз в этом убедилась группа студентов из Абхазского государственного университета. Юные биологи вместе со сверстниками из СКГ проходят в горах Архы за увлекательную летнюю практику под руководством специально приглашенного из Москвы профессора МГУ Александра Зернова. Александр Сергеевич провел нам очень хорошую лекцию, рассказал, какие растения произрастают здесь. И, кстати, некоторые виды даже схожи с абхазскими. Это очень радует, что по соседству есть очень большое количество наших видов. Наш первый маршрут – это казачий водопад, Тибердинский национальный парк, Софийские водопады и Боритовый водопад, который для нас, наверное, является самым сложным маршрутом, но очень насыщенным. Мы услышали много о Карачаево-Черкесии, и нам очень понравилось. В особенности нам, наверное, больше всего понравились хучины, которые мы здесь попробовали, они были очень вкусные. Сразу после завтрака ребята собираются в поход, исследуя новые маршруты, а по возвращении материал следует закрепить в лекциях и обсуждениях. После чего студенты могут посвятить вечер играм, танцам и веселью. Для большинства из них посещение Карачаева-Черкесии первое, а от того и более впечатляющее. Приятно сравнивать схожие аспекты флоры и фауны, находя как поразительную схожесть, так и уникальные особенности. Проходит практика по общей ботанике. Вчера у нас с ними была экскурсия по архивскому участку Тиберидинского национального парка, где мы посмотрели прохождение сукцессии на Мертвом озере, посмотрели, как происходит зарастание озера и превращение его в болото. В дальнейшем мы планируем посетить несколько горных поясов, для того, чтобы они посмотрели, как происходит смена высотных поясов растительности от лесного пояса до альбийского. Студенты очень быстро включились в практические задачи. Особенности фауны и флоры были ими успешно освоены. Первостепенно хочу выразить благодарность руководству Северо-Кавказской государственной академии, в частности Руслану Казбековичу Аджиеву за радужный прием. И нам особенно повезло, что профессор МГУ Зернов Александр Сергеевич сейчас здесь параллельно с нами проводит практику и может делиться таким уникальным опытом. Конечно, мы как и преподаватели, и студенты восхищены. И первое время у нас был такой легкий шок. География единых гор играет свою роль в плане освоения и понятия того, что мы живем в одной стране, в стране под названием «Земля». А в парке «Зеленый остров» в Черкесске прошел День культуры народа Абаза. Участниками мероприятия стали как представители разных районов Карачаева-Черкесии, так и гости нашей, так и гости самой республики. За мероприятием наблюдала съемочная группа коллег вести Карачаева-Черкесии. Культурные и спортивные дни народа Абаза ежегодно собирает в Карачаево-Черкесии внушительный состав участников, в том числе из других регионов России, а также из Абхазии. Вот и на этот раз в парке «Зеленый остров» в одном месте можно было увидеть несколько флагов, дружно развивавшихся в руках молодых людей в национальных костюмах. Ася Гачьяева из Усть-Жигуты. Родилась в межнациональной семье. Многое знает о традициях абазинского и карачаевского народов. И считает, что такие мероприятия помогают лучше доводить информацию о культуре, обычаях, которые передаются из поколения в поколение. Почему ты для сегодня доисполнения выбрала именно абазинский народный танец? Потому что я считаю, что нужно продвигать нацию, нужно поддерживать все традиции, все обычаи, все нации. Ну, все должны быть дружными, я считаю, что все должны друг друга поддерживать, жить дружно, любить друг друга. В этот день на площади и перед амфитеатром любой желающий мог не только оценить выставку предметов народных ремесел и рукоделия, но также попробовать освоить кузнечное или гончарное дело, смастерить что-нибудь из дерева или ткани. И, разумеется, взять на память сувенир с масштабного культурного форума. Сегодня день, который ближе нам, Министерство культуры, и я очень рад, что у нас есть такие инициаторы, такие организаторы, как Организация Алашара, как Нусаха Балевич и Кзеков, которые одной из целей своих жизней поставили возрождение культуры абазинского, в данном случае, народа. Хочу поблагодарить организаторов, но, конечно, хочу поблагодарить и вас, потому что ни один человек, ни одно министерство, ни один меценат не сможет сохранять культуру, особенно родной язык, если этого не будете делать вы. Ну а чуть позже уже в самом амфитеатре прошел праздничный концерт с участием популярных исполнителей песен на абазинском языке. Многочисленная зрительская аудитория была в восторге от россыпи талантов, выходивших на сцену. Мало какая песня обходилась без подпевки из зала. Красочное представление завершилось, оставив у подавляющего большинства свидетелей действо приятное послевкусие и желание вновь встретиться уже в следующем году. Артур Махце, Галина Алиева, Альбина Тимирова, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. С 26 июля в городах республики начался арт-фестиваль Total Soul Абхазия. Программа мероприятия охватывает три дня, в ходе которых организаторы собираются оживить множество культурных объектов на территории страны, в частности, прибрежную Сухумскую крепость. О программе фестиваля в репортаже Нестора Инапшба. Во многих зданиях Абхазии, где прежде кипела жизнь, сейчас гуляет лишь ветер. С этих слов начинается каталог фестиваля Total Soul Абхазия, который будет проводиться на этих выходных по всей стране. Привлечь внимание публики и туристов к интересным местам, вновь вдохнуть в них жизнь – основная цель данного мероприятия. И одной из точек его проведения являются развалины Сухумской крепости, расположенные на берегу моря. Каждый год студенты исторического факультета проводят здесь практику. И в этом году тоже, в течение месяца, мы здесь проводим археологическую практику. В принципе, эта практика подходит к концу. А сотрудники ГУМа, они обратились, чтобы программу свою тоже включить, археологические раскопки. И в рамках этой программы, их фестиваля, они с утра приходят сюда, с 8 часов, и до 11 проводят археологические раскопки, фактически натурные археологические раскопки, со студентами, с археологами. Я думаю, им это полезно. В течение двух-трех часов они здесь соприкасаются с артефактами, археологическими находками. А затем уже приходят по своей программе уже к другим мероприятиям. Участие детей в раскопках не ограничивается лишь наблюдением. У них есть возможность полноценно принять участие в работах под присмотром студентов и археологов. Они принимают участие в натурных, действительных археологических раскопках под руководством археологов. Мы за ними смотрим, они защищают находки, поднимают находки из-под земли. То есть под руководством археологов они все это ощущают, они держат артефакты в руках, это важно для них. Помимо раскопок, детская часть программы предлагает всем желающим принять участие в создании арт-инсталляции. В ее рамках участники помладше могут построить абхазскую боевую галеру. Меня пригласили здесь, чтобы поучаствовать в этом прекрасном мероприятии, помочь детям на детской площадке. У нас на Сухумской крепости детская площадка, Сухумская крепость оживает. И здесь в течение трех дней будет замечательное мероприятие. У нас археологические раскопки, в которых каждый родитель, взрослый и дети могут поучаствовать, помочь нашим археологам в их непростом деле. И также вы можете каждый день приходить строить галеру. В этот раз у нас пиратская галера. Как говорят, что в Абхазии были все пиратами. Вот мы решили не отходить от этого и сделать пиратскую галеру. Притом это сделали дети своими руками. И вечером здесь будет стрелковый клуб. Мероприятия в Сухумской крепости продлятся все выходные с 8 до 12 часов утра, а также с 18.00. Основная же часть арт-фестиваля Total Soul Abkhazia стартует в пятницу, 26 июля, в 19 часов. Объекты программы в Сухуме, морской порт и арт-платформа ГУМА. Подробности можно узнать на сайте фестиваля. В море у берегов Абхазии фиксируется незначительное превышение концентрации нефтепродуктов, сказала в эфире спутник замдиректора Центра экологического мониторинга Госкомитета по экологии Ольга Пустоварова. По ее словам, это связано с плавсредствами, использующими топливо и состоками рек. Для человека такие показатели не опасны, но могут влиять на морских обитателей. Эксперт уточнила, что остальные гидрохимические показатели в норме, потому что в Абхазии нет крупных химпредприятий. Сейчас о погоде. В выходные 27 и 28 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, разная интенсивность и гроза, местами возможен дождь с градом. Атмосферное давление пониженное, нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 16 до 21, днем от 23 до 28 градусов. Температура морской воды 28 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 70 до 90 процентов. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи в эфире. Удачных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова